Теплая солнечная погода – это не всегда хорошо. Из-за повышения дневной температуры могут возникать природные пожары в лесах и торфянниках. Подробности далее эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В Кирове могут возникнуть природные пожары. Это связано с повышением дневной температуры. Сейчас специалисты отмечают второй и третий класс пожарной опасности. Под угрозой возгорания находятся леса и торфянники. По прогнозам МЧС, в день ожидаются до двух очагов возгорания. В Кировской области стало больше фальшивых денег. Чаще всего поделают 100-рублевые, тысячные и пятитысячные купюры. Причем подделки отличаются хорошим качеством. Цвет не отличается от оригинала. Есть имитация металлизированной нити, перфорация и водяных знаков. В выходные кировчане могли наблюдать так называемую «медузу в небе». Этот эффект появляется при полете космических аппаратов. В ночь на 17 июня с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель со спутником ГЛОНАСС. Кировчане запечатлели полет на фото и видеокамеры и выложили в соцсети. Также световой эффект могли увидеть и жители области. Авиагруппа «Русские витязи» покажет элементы высшего пилотажа в Кирове. Вылетит группа с Пермского аэропорта. 23 июня в небе над набережной Грина они покажут свою программу на тяжелых истребителях Су-27. Выступление начнется примерно в 11 часов утра.